Духовный семинарий И смятение охватило мою душу. Я ближе узнал облик пастырей, перед которыми нас заставляли раболепствовать. Священнослужители обманывают людей. Без устари твердят, верьте в чудеса Господни. Большинство священников, не веря ни в черта, ни в Бога, прикрываются религией, чтобы строить свои собственные помощи. Верующие отдают свои трудовые рубли и копейки на благовлетые церкви, на укрепление веры. Но если бы они знали, куда их духовные наставники тратят их деньги, они давным-давно отвернулись бы и от своих наставников, и от церкви, и от самого Бога. Они нигде не работают, но на средства верующих они содержат прислух, одеваются в шелка, золото, бриллианты. Правда говорят, каков пол, таков и приход. Диакона Сиропкина часто можно видеть в ресторане пьяным. Устраивает театр и попойки и недавний выпускник московской семинарии священник Хавуков. Во время богослужения понравилась ему прихожанка Тамара Смирнова, и святой отец тут же забыл заповедь не противодействовать. Уже немало священнослужителей порвало с религией. Они не хотят больше обманывать людей. Мне уже 64 года. Жизнь моя, отходя в концу, в таком возрасте, особенно трудно менять свои убеждения. И тем не менее, я решился на это, пока убеждился в полной несостоятельности и ненужности религии. Перестали звонить колокола, опустела еще одна церковь. Никто не хочет входить под ее мрачные своды. Некому призывать людей готовиться к царству небесному. Александр Михеевич тоже порвался религии. Сейчас он работает токарем на Минском автомобильном заводе. А готовился стать священником. Но Михеевич смело исправил заблуждение молодости, и жизнь его стала иной. Ушел из Минской духовной семинарии Петр Цебранков. Сейчас он студент Гомельского педагогического института. Тесны ему стали монастырские стены. Опротивили лживые речи святых отцов. Вытянуло его в большой мир труда, радости и вдохновения. Как бы старое и отжившее не было цепким, жизнь остановить нельзя. Побеждает новое, прекрасное. Побеждает разум. Субтитры создавал DimaTorzok